Мы продолжаем наш семинар. Я с удовольствием представляю вам нашего следующего спикера, эксперта в области продаж, организации продаж и публичных выступлений Вадим Дозорцев. Пошу приветствовать. Спасибо, Сережа. Здравствуйте, коллеги. Тут надо залезать на эту сцену, да? Или как получится? Ой, приятно, спасибо. Круто. Здорово. Давайте познакомимся чуть-чуть. Можете мне вот ответить на пару вопросов? Кто вы? Руководитель интернет-магазинов. Есть ли в вашем... Ну, давайте так, вот прям по порядку. Это интернет-магазины, правильно я понимаю? Есть ли в вашем... Вы B2C, B2B? Кто в B2C? Кто работает с частным потребностям? Кто в B2B? Тоже достаточно много. Есть ли у вас, кроме интернет-магазина, живая часть взаимоотношений с клиентами? Ну, наверное, вы так любите интернет, для вас это тоже жизнь, это, конечно, жизнь. Тем не менее, есть. Смотрите, друзья, ну, может быть, это моя какая-то недоработка, чего-то столько много выступлений. Мое выступление сегодня, честно говоря, моя ошибка, наверное, оно не очень про интернет, вернее, совсем не про интернет. Оно про продажи как таковые и про управление продажами. Давайте так, я думаю, что те из вас, у кого есть эта часть в бизнесе, ну, вам это будет, очевидно, полезно, и можно будет периодически делать такие связочки, где интернет взаимодействует с реальными продавцами. Для тех, у вас, у кого чистый интернет-магазин, ну, вам для общего развития, я думаю, будет полезно. Назвал я «Кто здесь босс? Пять вызовов для лидера продаж». Почему-то вот на русском языке слово «босс» в какой-то негативной коннотации используется, типа плохой руководитель, а вот есть хорошие такие нежные лидеры, вот они-то хорошие. Ну, по-моему, это все игра слов. Знаете, в США есть великий рок-певец Брюс Спрингстон, может, кто-то любит, его всю жизнь называют «босс», да, «босс». Ну, как сказать, он такой шеф всего на свете. Поэтому мне кажется, что в этом слове что-то есть такое настоящее. Пять вызовов для этих людей, для лидеров продаж. Кто может быть лидером продаж? Лидером продаж может быть руководитель подразделения, может быть коммерческий директор, может быть в малом бизнесе генеральный директор, у него выбора нет. В еще более меньшем бизнесе владелец. Поэтому я называю это лидер. Не какая-то конкретная должность, а лидер. И вот перед этими людьми стоит определенный набор вызовов. Он стоит все время, он стоит из года в год. Жизнь меняется, технологии добавляются. На мой взгляд, бремя лидера не закрывать глаза от новых технологий, а в разумном масштабе имплементировать эти технологии в свои бизнес-процессы. В разумном масштабе. Кто-то любит быть новатором, кто-то любит быть, может быть, таким поздним последователем. Но без технологии, конечно, никуда не обойдешься. Но для большинства из нас все-таки мы периодически хотим глаза клиенту смотреть. И вот что с этим происходит? Куда нажимать? Сейчас об этом поговорим. Я хочу такую цитату вам сказать. И вообще книжка замечательная. Она давно уже издавалась на русском языке. Несколько было переизданий. Итан Рассел, метод Маккенсе. Парень, который был одним из партнеров Маккенсе много лет. И он написал книжку, как живет эта замечательная компания, как делает бизнес, как вообще живет на рынке. И вот такая замечательная фраза. Проблемы, связанные с бизнесом, очень похожи на мышей. Мы их не видим по уголкам. До тех пор, пока они начинают грызть сыр. И вот когда сыр начинают грызть, там не такие красивые дырочки, которые в французском сыре, а такие настоящие дырищи, тогда уже зачастую поздно что-то делать. Поэтому бремя лидера в том, чтобы реагировать на такого рода вызовы и как что-то предпринимать. Вот парадокс в том, что на те проблемы, которые возникают, есть разные точки зрения. Точка зрения большого босса, топ-менеджера, генерального директора, владельца, владельца, представитель совета директоров, много всяких разных у него проблем, когда он смотрит на то, что происходит в его структуре. На то же самое смотрит уже руководитель подразделения продаж. Видите, часть проблем совпадает. Часть проблем он видит все-таки по-другому. Что-то для него более болезненное, что-то для него более насущное. Продавец. Сейлс. Человек, отвечающий за работу с клиентами. В наше время столько ролей уже у сейлс происходит, и часть этих ролей в виртуальном пространстве, часть в жизни. Кто-то отвечает за привлечение, кто-то за развитие, кто-то за сервис. Это все, давайте так назовем, клиентский сотрудник. У него тоже много своих ощущений от того, что происходит. И вот все варятся в этих проблемах, забывая про еще одного персонажа. Клиент. Клиент уж тоже не очень радостно. Зачастую бывает ход взаимодействия с брендом, продуктом, услугой, товаром и так далее. И так далее. Наше избыточное увлечение. В хорошем смысле избыточное увлечение высокими технологиями. Все же мы тестируем на бедных живых клиентах. Правда, сейчас это концепция MVP. То есть вы выпускаете полугодный продукт, но более-менее с ним уже что-то можно делать. Ведь бедный клиент потом должен как-то с этим жить. Я клиент банка ВТБ. Слушайте, я уважаю машинное обучение, искусственный интеллект, все отлично. Но я уже второй или третий месяц невольно участвую в обучении их голосового чат-бота. Вот Сергей об этом говорил. Голосового бота, который по телефону со мной общается. Ну, на редкость туповатый дружок. Вы же прекрасно понимаете, что когда я же не звоню ему просто так, вот мне делать нечего. Говорят, что дети очень любят с голосовыми помощниками общаться, с Алисом разговаривать или с Сири. Ну, как-то я же не похож на такого человека. Я звоню, когда мне там срочно надо баланс-карту узнать, потому что они почему-то СМС-ки перестали присылать. И в тот момент, когда у меня в самый ответственный момент, он меня с пятого раза говорит, я не понимаю, перефразируйте вашу фразу, стандартную фразу, баланс-карта. И думаешь, господи, ну, ребята, ну, можно что-то уже с этим сделать. Ну, оставьте мне дырочку, поговорите с живым человеком, в конце концов. Тем не менее, на пути уже высоких технологий нельзя остановиться. Но клиент вот за все вот это как-то отвечает. И получается, что лидеру приходится с этим мириться и что-то делать, как-то реагировать на происходящее. Вот здесь парадокс. Наверное, это вещи, они в первую очередь относятся к тем, кто в живом пространстве взаимодействует с клиентами. Но мне кажется, что интернет-пространство, оно так или иначе эмулирует то, что происходит в реальной жизни. Поэтому многие вещи можете потом переложить на свою практику. Первый вызов. Лидер продаж, он все-таки должен посмотреть на себя в зеркало и сказать сам себе, вообще, кто ты такой? Ты альфа-продавец или ты руководитель своих людей? Потому что сила твоего коллектива, сил твоей команды, но она в любом случае выше, чем ты, какой бы ты прекрасный ни был. Как только ты принимаешь это решение, то перед тобой есть вызовы управленческие, как выстраивать процесс управления, потому что за это отвечаешь ты. Периодически дискуссия, вот тоже недавно было мероприятие, такое полукорпоративное, и многие спикеры почему-то оправдывались, говорят, ребята, вот слово контроль существует. Не, ну конечно, сотрудникам не нравится, когда их контролируют, и, наверное, идеальный руководитель никого не контролирует, и так далее, и так далее. И прямо-то отрыв берет, ребята, ну как это так? Ну, если мы куда-то ведем свой корабль, мы должны отдавать себе отчет, какие решения мы принимаем, что делают матросы, что делают машиноотделения, куда смотрит штурман. Ну, конечно, функции контроля тоже есть. Поэтому процессы управления, они никуда от лидера не деваются, он обязан этот вызов на себя принимать. Процессы и планы, мотивация, мотивация не эмоциональная. В эмоциональной людей в продажах очень много эмоций. Но это избыточная вещь, потому что и так стресса достаточно, мы еще своих эмоций добавляем. Нам не нравится этот человек, нам не нравится его усилия, нам не нравится, что он делает. Давайте как-то по циферкам попробуем, да, вот по данным, которые мы получаем, мы все-таки будем принимать решения менее эмоциональные. Ну, очевидно, автоматизация СРМ, кажется, слушайте, ну такая банальная вещь, ну сколько уж можно уже про СРМ говорить. Но я скажу, на мой взгляд, вот вызов современного мира, он не во внедрении СРМ, он в использовании СРМ, причем в первую очередь самим руководителем. Вот поверьте моему опыту, многочисленные проекты по диагностике показывают очень такую нехорошую историю, что даже компании, которые внедрили, даже компании, которые обучили, даже компании, которые, ну скажем так, заставили, подтолкнули людей к полномерному, дисциплинированному использованию, сам руководитель, не использует. Он этими данными не апеллирует, он этими данными не руководствуется своей жизнью. Поэтому, когда я говорю СРМ, то у нас такой уже современный вызов, чтобы наконец-то стал достоянием руководителей, чтобы они начали эти решения принимать на основу, на данных. И любопытный момент, который вообще полезен будет всем. Как ты руководишь? Что такое руководишь? Если мы принимаем управление всех решений, планируем, контролируем, мотивируем, обучаем, набираем, интегрируем процессы, все понятно. Но это наше решение, чаще все-таки кабинетное решение. Вот сидит он в кабинете, или в open space, там где угодно, удаленно. Вот он принял это решение. Теперь решение надо довести до людей, правда же? Как мы решение доводим до машин? Ну, мы даем какие-то команды, операторы, процедуры какие-то запускаем, правда же? А до людей. Слушайте, человек же это такой совершенный, компьютер, божье произведение, значит, ему тоже какие-то надо давать воздействия, правда же? Зачастую мы в этих воздействиях сильно путаемся. Вот об этом тоже сейчас пойдет речь. Итак, кто ты есть, дорогой руководитель? Ты альфа-самец, альфа-продавец, или ты босс своей команды? Повторюсь, руководитель команды, он аккумулирует потенциал своих людей, направляет их в правильном направлении, он заставляет их быть успешными, он их обучает, он их мотивирует. Соответственно, потенциал этих людей, даже если они, каждый хуже него, как продавцы, хотя, как показывает практика, хорошим руководительным продаж становятся не лучшие продавцы. Этому есть много подтверждений. Но, тем не менее, потенциал этих людей гораздо выше в сумме, чем потенциал самого этого лидера. К сожалению огромному, очень часто встречаю практику, когда руководители продаж, говорят даже вот такие вещи. Прям пример, сейчас приведу руководитель крупного типографского комплекса под Москвой, они вовремя пришли с изданий СМИ на Тару, Гофро Тару, всякие упаковки, это огромный миллиардный бизнес, прекрасно себя чувствует. И он говорит, ну зачем, слушайте, я там буду обучать, зачем я буду заниматься своими людьми? Они же взрослые люди, они же знают, куда пришли. Они должны мне план выдавать на гора, правда же, как шахтеры. И он такой сидит уверенно, у него 14 человек подчинений, и я представляю, как им непросто, да, с таким настроем. И все было бы хорошо, можно было бы сказать, ну у человека такой стиль, но только производственная мощность этого предприятия загружена там в среднем, там от 40 до 60 процентов, а потенциал этого предприятия огромного современного гораздо выше. Они прибыльны, они успешны, они даже погашают там кредиты и радуют инвесторов, которых не вложили. Но потенциал-то, ну практически в два раза выше, это же можно было реализовать. Представьте себе, 14 человек, вот если он ими занимался бы, воспитывал, учил, менял, избавлялся бы от неуспешных, да это тоже управленческое решение. Ну и скажем, довел бы каждого в среднем там до 70 процентов от себя как продавца. Слушайте, а он крутой продавец. Вот 70 процентов от него, ну 14 там на 70, ну посчитайте, даже если бы половину от него по компетенциям, успешности, связям, половину, то это было бы 7 таких, как он. Представьте, 7 таких, как он. Компания бы, ну совсем была бы загружена просто полностью. Когда ты принимаешь решение, да, пришло время управлять, пришло время на себя брать эту ответственность, то что это такое? Очень часто говорят, ну мы понимаем, мы управляем, мы командуем, что это значит. Ну сначала процессы. Вот вся логика сегодняшних взаимодействий с клиентом, которые становятся очень такая, по-модному скажу, омниканальная, да, и оффлайн, и онлайн, и всевозможные средства коммуникации. И огромное количество вот в этом облаке тегов, действий, задач, которые приходятся на людей, на системы, на средства коммуникации, на их личные какие-то усилия и так далее. Согласитесь, вот на этом слайде же нет ничего нового, правда, для вас. Но все понятно, очевидные какие-то задачи. Значит, бремя руководителя выстроить эту логику взаимодействия. Пускай он не один это делает, и пускай ему помогут консультанты, и пускай в этом будут принимать его сотрудники. Да, сейчас вполне я вижу успешные проекты, когда, скажем так, вот эта аджайл-философия в очень правильных, разумных дозах, она работает, когда люди вовлечены в улучшения, они дают свои идеи и так далее. Но в итоге руководитель говорит, ребят, принято, эта процессная схема принята, я считаю, что она правильная, надо делать так. Это мы дадим как задание машинам, это мы дадим задание вам как людям. И вот это очень важный момент интеграции всех этих бизнес-процессов. Проблемных участков процессов очень много. Для кого-то они реально проблемные, когда мы теряем конверсию, для кого-то это вроде бы неплохо, но потенциал процессов гораздо выше. Я долго не буду, все прокомментируют, их очень много, этих процессных проблем. Но тем не менее, вот первая, организация трафика. Слово трафика я здесь использую вообще в общем контексте. Трафик, это может быть интернет-трафик, который приводит онлайн-посетителей на ваши точки посадки. Вот я сейчас не буду говорить лендинг-пэдж, а точки посадки. Хотя это то же самое. Куда вы их хотите привезти? Вы их хотите привезти на сайт, вы хотите привезти на лендинг, вы хотите привезти в свои социальные сети, в свой инстаграм, контакт, куда угодно. Сейчас столько мест, куда можно онлайн-человек привезти. Хорошо, это вы используете. И это кто-то организует, и кто-то анализирует. Смотрите, что происходит. Сама по себе аналитика, цифры, какие-то сравнения, метрики, бенчмарки. Может быть, даже варианты решения. Наверное, за это отвечают аналитики, но в итоге кто-то принимает решение, вот это хорошо или плохо, мы будем делать так или по-другому. Если мы говорим про ваш бизнес, когда это интернет-трафик, то там есть очень такая нехорошая история, потому что маркетологи говорят, ребят, есть такие простые методики, АБ-тестирование там и так далее, но в многофакторном мире АБ-тестирование очень часто показывают не те результаты. Просто потому, что мы не учитываем факторы. Поэтому в онлайне, конечно, раздолье дата аналитикам, но в чем проблема сегодня дата аналитиков? Кто-то должен поставлять бизнес-модели для них, кто-то бизнес-решение должен формулировать, для того, чтобы говорить, да, вот так мы считаем, что вот это правильно. Это тоже бремя лидера. Значит, когда интернет-трафик приходит, это входящий поток. Так или иначе, клиент оставляет лид. Большая дискуссия, вообще что такое лид? Как это будет параметром описать? Это что? Это контактные данные, это какие-то куки, ну, маловероятно, конечно, да? Это то, что клиент нам заявил так или иначе свой интерес. В реальной жизни мы можем у человека спросить в оффлайне, нам трудно спросить, мы можем как-то аналитически понимать, да, по поведению все-таки это лид или не лид. Парадокс в том, что для квалификации вот этого входящего обращения нам очень важно для себя решить, что такое квалифицированный лид. Здесь тоже есть раздолье аналитикам, но руководитель, соответственно, оффлайне, ну, там вообще выбора нет, это просто коммуникация с клиентом и вытаскивание из его каких-то параметров. Если мы хотим проактивные истории, мы хотим идти в поля, мы хотим, неважно как, онлайном, оффлайном, телефоном, ножками, да, непринципиально, соответственно, сбор базы данных становится ключевым моментом. При этом весь мир, особенно Европа, нас всех радует, ну, российское законодательство, оно так посерединке, да, между вменяемым американским и невменяемым европейским, да, бизнесу нет выбора, он обязан собирать данные, но нас государство пытается как-то зарегулировать, сказать, ребята, есть ограничения, есть какие-то требования, хотя само государство про нас собирают, не спрашивая, большие мальчики про нас собирают данные, никого не спрашивают, и никакой приватности уже давным-давно нет, все вообще известно. Вчера было интересное там выступление, такой есть бизнес-клубки, есть клуб Ины Можайской, выступал такой очень известный эксперт Дмитрий Сидорин, вот он занимается репутацией в интернете, и там такие кейсы показывал, что вообще нет никакой приватности, и вся эта защита персональных данных, ну, полная ерунда, потому что вслед цифровой остается везде, все можно увидеть, все остается, и так далее. Но, тем не менее, мы говорим сейчас про бизнес, условно говоря, сбор базы данных для того, чтобы залить это в Facebook, сформировать аудиторию какую-то, правда же, или позвонить, или пригласить на мероприятие, или сделать какие-то активности. Важный момент. Холодные контакты, сейчас их опустим, отдельная такая история, холодные контакты протагонисты онлайн-бизнес-процесса, правда, фанаты технологий говорят, онлайн заменят холодные контакты, а холодные контакты говорят, ребят, вас забанить можно, а холодные телефонные контакты нет. Мы всегда дозвонимся, так или иначе. Нас это раздражает, как потребители, правда, бесят. А онлайн-трафик что, не бесит, что ли? Знаете, есть такой известный эксперт, Леша Иванов, ну, Яндекс его, он не самого Яндекса, у него агентство, но вот он такой сертифицированный человек Яндексом, он часто выступает на конференциях Яндекса. Он прям такая у него шутка есть, хочешь немножечко разукрасить для мужчин, свой разукрасить рабочий стол компьютера, ну, зайди пару раз в магазин женского белья, а у тебя будет прекрасная вообще пару недель выглядеть, твой экран будет прекрасно выглядеть. Для женщин тоже, наверное, какие-то есть такого же рода развлечения. Поэтому, какая разница? Мы все пытаемся вторгаться в личное пространство потребителей, правда же? Продокс в том, что многие исследователи об этом говорят, почему про активное взаимодействие, вообще не важно, онлайн, оффлайн, оно, собственно, есть бизнес, потому что если работать только на чистой потребности человека, на чистой потребности, вот он сам решил, он сам подумал, сам придумал, сам зашел в поисковичок, неважно там в Яндекс, Гугл, Фейсбук, Амазон, не принципиально, да? Вот он сам зашел, потом перешел на ваше там место продажи, купил, то вот если только такой трафик, то в итоге бизнес асимпатически стремится к безубыточности, не к прибыли, а к безубыточности. Ну там много обстоятельств, трафик одинаковый, мы боремся за клики, они аукционом же все происходят, мы сами рыночно, как игроки, маршруты свои убиваем, правда же, все одинаково становится, поэтому проактивная наша позиция, она позволяет выходить на какие-то дополнительные продажи. Вот я вам приведу пример, оффлайновый, но ритейл. Вот есть чемпион мира в ритейле по продаже выше потребности, выше потребности, поэтому компания очень прибыльная, очень известная, очень успешная, ее все знают, вы все в этих магазинах были, это Икея, правда же? Икея управляет трафиком внутри, она нас ведет по этому трафику, представьте себе, она это делает в оффлайне, но в онлайне же происходит то же самое, если правильно управлять этим, и что происходит, мы с вами с корзинкой пересекаем кассу, все, вот мы заплатили, там этот пакет синий взяли, мы оплатили, вот посмотрите на лица людей, которые пересекают кассу в Икеи, на свои лица посмотрите, так смотрят люди в корзину, господи, зачем я все это купил, у меня в списке было в два раза меньше, жена тут же стоит со списком, она тоже говорит, да, что-то мы погорячились, почему? Потому что Икея нас ведет по этому маршруту, она нами занимается, у нее столько точек контакта там, правда же? И вот ты хочешь срезать этот маршрут, и сразу в кафе попадаешь, и еще там на пару тысяч, да, оставляешь им. Вот это управление трафиком просто замечательное, и так далее. Потребности клиента. Вот это, ребята, бесконечная история. Значит, потребность клиента – это некая рацио. Клиент – я хочу это. Профессионально он это хочет, непрофессионально он это хочет, разбирается он в вопросе, не разбирается, это его ощущение, его внутреннее желание. Кроме потребности, есть ожидание, то есть некая проекция волшебного результата. Вот я хочу, ну сейчас вот черная пятница, вот я хочу за копейку канарейку, и вообще прекрасное, замечательное, чтобы доставили быстро. И так далее, и так далее. У него есть возможность, у него есть потенциал, у него есть опасения, а вдруг что-то произойдет, мне потом не поменяют, и так далее. Соответственно, чем больше мы вот эту зону понимаем у клиента, тем нам удобнее, комфортнее и успешнее можно сформировать предложение для него. Только вопрос, согласитесь, ни в одном бизнесе не родился ни один клиент, который четко знает свои потребности. Вот так встал утречку, у него бриф записан, как в рекламном бизнесе, бриф, я все написал, что я хочу. Все равно, даже на таких продвинутых, нудных людей, все равно найдется классный ритейлер, который им скажет, ну ребят, подождите, есть варианты, и их вот эта позиция будет разбита. Поэтому пытаться вытащить это из клиента, пытаться какими-то методами, ну в оффлайне понятно, мы разговариваем с клиентом, вопросы задаем. В онлайне можем ли мы тоже как-то вытащить такую настоящую реальную потребность, что ты реально хочешь. Наверное, были попытки в свое время в интернете задавать много вопросов на интернет-сайте, расскажи это, расскажи то, но людям скучно, они как-то не чувствуют эмпатии, правда же? В реальной жизни, наверное, могут. В онлайне тяжело, но тем не менее, как-то анализируя его поведение, как-то анализируя, взаимодействие с ним, мы можем это вытащить. Работа с возражениями, удовлетворенность клиента. Друзья мои, вот эта зона, как ни странно, с каждым годом становится все более ключевой, в итоге станет самой главной. Почему? И дело здесь не в том, что мы должны принести клиенту счастье. Есть такие апологеты в маркетинге, клиент должен быть счастлив. Ребята, клиент, покупая услугу сантехника дома, счастлив, чтобы вообще никогда сантехника не видеть, правда же? Ну где здесь счастье? Ну давайте вот не бросаться этим словом. Главное, чтобы клиент на самом деле был удовлетворен. Если была потребность, было ожидание, мы его так или иначе удовлетворили. Мне так кажется, что все-таки удовлетворение выше, чем абстрактное счастье. Так вот, почему это важно? Потому что удовлетворенный клиент открывается у него дверца в следующий этап его кастомер джорни, его путешествия. Он купит у вас следующий продукт, он купит апгрейд, он купит, поменяет модификацию, у него появляется новая потребность, вы ее опять можете удовлетворить. То есть вот эта зона, точка удовлетворенности на его пути, она вам помогает с ним развивать дальнейшие отношения. Почему это важно? Потому что стоимость привлечения, вот первая часть этой схемы, с каждым годом дорожает. Соответственно, long time value, долгосрочная ценность, она формируется при работе с удовлетворенным действующим клиентом. Вторая сделка, третья, десятая, пятидесятая. В идеале, чтобы он вообще в своем путешествии дошел до состояния такого просветленного амбассадора, который сам рекомендует, дает рекомендации, хвалит и так далее. Это вообще идеальная картина. Другой вопрос, что делают наши люди, чтобы вот это состояние у человека вызывать. Процессных проблем очень много. Они есть в оффлайне, они есть в онлайне. Очень важный момент для многих из нас. Проблемы возникают на пересечении онлайн, оффлайн, когда из одной среды клиент приходит в другую. Очень непростая история. Как только процессы выстраиваются, повторюсь, лидер отвечает за то, чтобы процессы были выстроены. Он не обязан каждый элемент этого знать, он не обязан сам принимать эти решения, но утвердить общий подход, общую схему он обязан. Он должен понимать, что вот эти процессы правильно. Вы можете мне сказать, слушайте, Вадим, но нельзя же все предусмотреть. Нельзя предусмотреть все коллизии, которые в процессах могут возникать. Да, вы будете правы. Вот в чем парадокс. В современном мире управление бизнес-процессами, даже если в IT есть такие решения, так и называется BPM, бизнес-процесс-менеджмент, которые оркеструют бизнес-процессы. В Bittrex это есть, и есть виджеты для Bittrex, которые делают это более продвинуто, чем сама модификация Bittrex. Есть отдельные системы, такие дорогие, индустриальные, которые управляют бизнес-процессами. Но, повторюсь, не все бизнес-процессы мы можем предусмотреть. Соответственно, к бизнес-процессам прилагаются так называемые элементы кейс-менеджмента. Когда вы в своей практике, делая что-то, замечали, что какое-то решение было успешным, в том или ином сегменте. Вы это описываете, формализуете, как бы такая база знаний, но структурированных кейсов. И тогда для сотрудников и даже для машин вы говорите, вот есть в процессах предписанный регламент, а вот есть кейсы, которые показывают, какие решения можно принимать в нестандартных ситуациях. Соответственно, если мы говорим про сотрудника, понятно, вот мой регламент, вот моя инструкция, а вот примеры, что делать, если. Тоже неплохо. Что делать, если пассажиры Афлота приносят толстого кота. Ну вот что делать. Мое личное мнение, сотрудники Арафлота поступили правильно и сделали все по инструкции. Но я тут недавно даже провел такой опрос в большом мероприятии. Мою точку зрения поддержало процентов 15. Все остальные как-то за кота в итоге. Хотя дело не в коте, а в его безалаберном хозяине. Но неважно. Главное, чтобы в каждый момент времени сотрудник четко понимал, что делать. Потому что самая большая проблема, когда он растерян, не знает. Вот тогда плохо. Если процессы выстроены, то теперь процессами надо управлять с точки зрения планирования. Мы должны их запланировать. И вот логика планирования, она становится с каждым годом все более сложной, все более вложенной. Да, наверху есть деньги. Да, наверху есть деньги. Только посмотрите, как эта аббревиатура называется. Это не KPI. Деньги всегда KRI, Key Result Indicator, то есть индикатор результата. Деньги всегда цели. Вот если мы откроем такую теоретическую книжку по менеджменту, там будет написано цель, полагание. Это всегда. В бизнесе это всегда деньги. Баркетологи любят долю рынка, но окей, для маркетологов можно оставить долю рынка. Но в продажах это всегда деньги. Дальше у нас начинается определенная вложенность путей достижения цели. Какие сегменты, какие территории, какие отрасли это B2B. Если мы говорим про частных клиентов, то какие социально-демографические сегменты. Апологеты поведенческой экономики говорят, сегменты не важны, важно поведение. Конечно, важно поведение, только поведение внутри сегментов похоже. Вот в чем проблема или задача. Для чего мы сегментируем, чтобы наши процессы адаптировать к понятному портрету. Потому что настоящая персонализация это очень дорого. Представляете, мы под каждого человека будем строить свой бизнес-процесс. Да нет, люди очень похожи друг на друга. Каждый уважающий себя десятиклассница имеет в своем гардеробе кроссовки Фила. Ну, это сейчас бомба последнего года. Такие белые на толстой подошве. Ну, вот почему-то так получилось. Каждый уважающий себя человек постарше, имеет в своем гардеробе кроссовки New Balance. Правда? И я очень люблю. А тут дочь моя младшая говорит, пап, ты понимаешь вообще, что New Balance для старперов? Я говорю, блин, ты рушишь мой мир. Все, вот реально. То есть, что там персонализировать? Понятно, что вот есть кластер такой, сегмент такой, там внутри похожее поведение. Вот когда внутри сегмента мы можем по поведению так сказать, их еще выделить, это вообще великолепно. Но сегментация для этого нужна, для того, чтобы все-таки понять и масштабировать наши процессы, ну как сказать, их стандартизировать для этого. Дальше очень важная зона вот тех самых модных KPI. Key Performance индикатор, это ключевые показатели перформанса. Действия, активности. Вот вся история в онлайне, которая доходит до сделки, вы по вороночке ведете, количество посетителей, таких посетителей, лидов, ну вся эта конверсия, это все KPI, потому что это не деньги, это все переходы из одной субстанции в другую. Вот когда деньги появятся, это будет KRI. Значит, воронки, это наше запланированное количество клиентов, но в онлайн люди это очень четко понимают, что для того, чтобы произошла будущая продажа, должен быть определенный пул трафика, пришедший в одну точку, и этот трафик должен с определенными метриками конвертироваться. Тогда экономика срастается, в итоге клиент появляется. Когда представители онлайн-маркетинга говорят, ой, вы знаете, у нас есть примеры каких-то выдающихся конверсий, ну это просто ребята со статистикой незнакомы, они какие-то экстремумы считают за тенденцию, ничего подобного, вы во времени посмотрите, окажется, что вот там все один-два процента, вот и живите в этом. Ну, так получается. В оффлайне конверсия чуть повыше, потому что эмпатия человеческая, но тоже далеко от идеала, правда же? В B2B 10 к 1 считается очень хорошая конверсия, то есть из 10 попыток, из 10 оппортюнити, одна сделка. Это хорошо. Значит, воронки – это количество клиентов или вот этих субстанций, которые мы считаем клиентами, лидов и так далее, и их конверсия, внимание, которую мы планируем. Вот очень часто аналитики говорят слово «метрика». Метрика – это измерение. А что хорошо, что плохо? Это планы. То есть мы устанавливаем какие-то требования. Дальше в современном мире мы смотрим на отклонения и принимаем решение. Да, не получается с этим планом, но мы как-то его откорректируем. То есть планирование становится тоже очень таким динамичным. И дальше вот то, что в онлайне все понимают. Интенсивность взаимодействия. То есть ну сколько, какой трафик должен быть в цифрах, да, сколько этой интенсивности. В оффлайне для людей это некое такое откровение, что да, надо все-таки это делать активно, интенсивно и так далее. Ну, воронка продаж такая классическая, понятно. Вот я сейчас покажу очень пример. Интересный он будет для B2B, но в B2C для некоторых продуктов он тоже будет действительный. Значит, у воронки есть два показателя. Winrate это конверсия, как общая, так и между этапами. Но есть еще временной цикл. Значит, парадокс в следующем, что в любом бизнесе, в любой отрасли, в любом сегменте, в любом продукте есть те или иные тенденции времени принятия решений. В B2B там от 3 до 6 месяцев принимается решение о сделке. В B2C продажа квартир известный факт. В среднем 4 месяца проходит от того, что семья решила, что надо купить квартиру, до того момента, когда она эту сделку заключает. Не ключики, а сделку заключает. Вот пример 4 месяца проходит. Ничего с этим нельзя поделать. Плюс-минус вот так все себя ведут. С временным циклом, вот вам пример из B2B, когда руководитель управляет этим временным циклом. Что это значит? Если какой-то объект находится на этапе бизнес-процесса, слишком долго, очевидно отличающийся от запланированного цикла, то этот клиент, я в шутку это называю зомби, он превратился в некую странную субстанцию. Он неплохой, он не умер, он просто почему-то остановился. У него могут быть свои причины. В B2C то же самое может происходить. Клиент может замирать и почему-то ставить и ждать. Так вот в какой-то момент надо сказать, ребята, это не клиент, это что-то другое. Лид. Отправить его на подогрев, забыть про него. Как-то с ним очень просто взаимодействовать. Но не тратить дополнительно избыточные ресурсы на то, чтобы с этим клиентом работать. Он все, он вот в моменте сделку заключать не будет. Потребностью он рассосался. Почему в интернете тоже конверсия, мягко говоря, невысокая? Ну потому что зачастую люди заходят на страничку интернет-магазина, даже у них была потребность, но потом передумали они почему-то. Ну слушайте, столько причин может быть для этого. Передумали. Слушайте, дайте людям и право на то, чтобы передумать. Мы никому не должны как потребители. Правда же? Вот вам пример. Из B2B индустрии. Значит, средний цикл примерно 12 недель, то есть 3 месяца. И вот отчет такой, статус клиента из СРМ-системы, компания-клиенты, дата отчета 10 сентября, этапы взаимодействия с клиентами. И у каждого, вот в оппортеунте, у каждого клиента, который потенциально в вороночке, есть дата, когда запрос был зафиксирован. То есть по процессу зафиксировали запрос. И дальше даты, когда с ним взаимодействовали на том или ином этапе. И вот смотрите, что происходит. Вот хороший клиент. Утром за 3 месяца он прошел от даты запроса до контракта. Супер. Два клиента, они дали отказ, они сказали, нет, я не хочу. Это тоже неплохое состояние, потому что мы четко получили ответ от клиента. Окей, все. Это отказ, мы проиграли. Нам потом будет интересно проанализировать проигрыш, понять почему. А вон он зомби. 27 марта запрос, презентация 30 марта, и дальше ничего. А дата отчета на 10 сентября. Слушайте, уже два цикла прошло. Но пора его дисклифицировать, пора его из вороночки удалять. Почему? Потому что это человеческие ресурсы, на него тратить ресурсы не надо. Пускай маркетинг с ним занимается, пускай онлайн как-то с ним взаимодействует, дешево и сердит. Но человек на него времени тратить не должен. Контроль по KPI. Значит, если появляются цифровые показатели, то руководитель начинает контролировать. А теперь важный момент, отличающий аналитику от руководителя. Значит, старт контроля начинается на планировании. То есть цель и KPI – это старт контроля. Зачастую руководитель смотрит на это и говорит, ну, наверное, мы что-то тут погорячились. То есть некий самоконтроль уже включается. Дальше происходит отчетность измерения. Вот тут уже полная раздолье для людей, которые в цифровых технологиях разбираются, понимают, какие отчеты из оффлайна, онлайна. Отлично. А дальше что происходит? Происходит сравнение этих метрик, с планами. И вот решение принимает руководитель. Хорошие, плохие, мы отклоняемся, мы выполняем, мы отстаем. Решение принимает руководитель. Вот в этом отличие. Аналитик просто показывает расхождение, может давать какие-то свои гипотезы. Ну, если понимает. Руководитель примет решение. Палитра возможных решений. Вот это самый любопытный момент. Поверьте, опять же, в моей практике очень часто контроль заканчивается на красивых отчетах. Благо сейчас индустрия информационных сеток дает красивые возможности. Дэшборды всевозможные. Такие диаграммы, сякие диаграммы. Очень красиво все. Ну, красиво, когда в зеленой зоне, конечно. Когда в красной, вся эта красота не очень. Значит, главное в этой истории, когда руководитель видит это, он принимает решение. А вот палитра решения, она очень широка. Я бы сравнил работу руководителя такого рода, лидера такого рода, с работой летчика. Вот летчик сидит в кокпите своего Боинга или Аэрбаса. Там 300 душ за его спиной или 500. И вот он летит. И датчики ему показывают какие-то цифры. Правда же? Если все хорошо, что делает летчик? Все в порядке, отличная погода, скорость, высота. Вообще прекрасно. Идем по маршруту, диспетчера нам машут ручкой. Что делает летчик? Командир на автопилоте. Он включает, все хорошо, все в порядке. Не ломай, не трогай, все отлично. Если будут какие-то отклонения. Встречный ветер, турбулентность. В салоне кому-то стало плохо, не дай бог. Он принимает решение. Правда, он берет руль и сорвал, и начинает что-то делать. Летит быстрее, летит меднее, переходить на другой эшелон, садиться экстренно в аэропорт и так далее. Вот то же самое. Если мы видим какие-то отклонения, хорошие, плохие наше дело принимать решение. Манипулирование плановыми показателями. Слушайте, опять, как со словом «босс». Манипулирование в русском языке какую-то негативную коннотацию несет. Но я здесь это использую просто как изменение. Но если я бы написал изменение плановых показателей, как-то скучно по-бухгалтерски. Правда? Манипулирование, сразу эмоция такая появляется. Мы можем что-то делать с планами. Ну, представьте себе. Был показатель X, и все наши сотрудники, или все наши системы, или наш трафик, что угодно, перевыполняет. То есть все отлично, перевыполняем показатели. Наше решение какое? Повысить. И это правильно. Это возможность. У нас открылось окно возможностей. Ну, ребят, представьте, вот вы какой-то источник трафика, туда влили денежки, и вдруг видите, прям идет вообще горячие лиды, хорошая стоимость. Все отлично. Но вы что, подольете бюджет? Правда же? Правда. Другая крайность. Никто не выполняет планы. Или ваш тест с трафиком, ну, вообще ноль, ничего не происходит. Ну, вы же это отмените, вы как-то снизите требования, правда же? Тоже выбора нет. Кстати, снижение, временное снижение планов показателей в офлайне, очень важный мотивационный момент. Потому что продажники, если никто из них продажи план не выполняет, они демотивируются. Да, вот они в курилочке разговаривают между собой, ты выполнил? Нет, ты выполнил? Нет, нет, нет. Какой вывод у продажника в этой прекрасной ситуации? Продукт плохой, цена не та, сумасшедший руководитель. Ну, все. Никто про себя в этот момент думать вообще не будет. Маркетологов же то же самое. Когда трафик, что-то конверсию нают, ну, никто же не будет с Лениным сразу разбираться? Нет, ну, что-то там, какой-то левый трафик. И так далее. Неправильные показатели. Ну, это такая человеческая реакция, абсолютно нормальная. Оптимизация процесса в структуру, ну, я уже про это много говорил. Изменение ролей в процессе, кто за что отвечает. Много есть комбинаций формирования ролей в процессе. Время универсалов уже, очевидно, закончилось. Нужна специализация. Этих вариантов очень много. Но тут рекомендация. Сначала напишите процесс, напишите карту боя, а потом уже там фишечки распределяйте. Потому что зачастую мы сначала так. Ты будешь отвечать за новых, ты за действующих. А как будет интерфейс взаимодействия, никто не знает. Плохо. Нарисуйте процесс, принимайте это решение. Формирование заданий лид-генерации. Если оффлайновые продавцы фиксируют входящие лиды, квалифицируют их, у них есть портрет входящих лидов, ему можно сравнить с портретом целевой аудитории, то тогда для лид-генерации, для маркетологов это четкое указание. Ребят, трафик не тот. Потому что вот, вот у нас не эти клиенты приходят, а вот эти. Или наоборот, ребят, молодцы, подбавьте еще, пожалуйста, бюджета, потому что нам эти лиды нужны. Зачастую продажники говорят, эй, ребят, спокойнее, все отлично, только не надо так много, потому что мы захлебываемся и не успеваем. Ну, это вообще прекрасно, ни в коем случае нельзя останавливать. Не, ну подождите, мы же потеряем клиентов. Ну, во-первых, цену поднимите для начала разговора, а во-вторых, ресурсы, давайте все расширяйте. Такое серьезное давление на изменения в продажах. Перераспределение клиентов, мотивация сотрудников, повышение квалификации, ну, это бесконечная история. Предела квалификации человека нет, и поэтому тренировать, учить, обучать и так далее. Перемещение человека на другой сегмент, на другую группу клиентов – тоже решение. Увольнение – тоже решение. Видите, вот сколько всего лидеру продаж предстоит делать, эти решения принимать. Часть решений позитивные, часть решений, мягко говоря, негативные, но стрессовые. Это непросто сделать. Ребят, в онлайне очень просто, да, зашел, вышел, кнопочку на зал, забанил, все, не вижу. А в реальной жизни это люди, ничего мы без них не сделаем, они живые. Логика контроля. Вот логика контроля, вот я сейчас прокомментирую, она подходит вообще для всего, для оффлайна, для онлайна, там названия могут поменяться. И так у вас были какие-то целевые показатели, ну, скажем, по продажам, по объему продаж вверх, да, нашего планирования. И так у нас конец периода, и мы измеряем. Ситуация левая, дай бог, такая по часу бы встречалась, позитивная. Группа людей или один сотрудник, сейчас неважно. Планы по целям продаж выполнили, ура, аллилуйя, здорово. Что делает руководитель продаж в этой ситуации? Вот что он должен сделать? Он же решения какие-то должен принять. Премьер похвалить обязательно, право сказать, ты молодец. Второе, по системе вознаграждения выписать ему этот его бонус обязательно. А еще? Смотрите, вот тут возникает сразу такая коллизия. Если эта ситуация не первая, то вероятнее всего повысить план. Если план выполняется, повысить план чуть-чуть. Если план перевыполняется, можно поднять его повыше. Но в разумных масштабах, чтобы с мотивационной точки зрения человек по возможности не потерял. Но тем не менее, это такое позитивное развитие событий. Какие могут быть у руководителя опасения в этот момент? Вот он говорит, да, похвалил, выписал бонус, на 5% поднял план, сотрудник сказал, да, да, нормально, мне тоже хочется уже бросить вызов. Но опасения какие-то могут быть в душе у руководителя? Абсолютно точно. Значит, если он сейчас выполнил, я бы хотел, чтобы он выполнял дальше. Через месяц, через два, через три. А вдруг он уже расслабился, вдруг он уже по инерции такой течет и так далее. Значит, я для того, чтобы проверить, не расслаблялся ли он, видите, пунктирно проверю несколько показателей. Проверю, все ли в порядке. Все ли в порядке с клиентами, с воронкой. Да, нормально, не забывает про них, молодец. Интенсивный, не ленится. То есть вероятность того, что в следующем периоде будет хорошо, тоже хорошая. Ну, ура, все, отпускаем Васю, молодец, успокаиваемся. Если мы вот здесь видим какие-то уже признаки расслабления, как вчера питерский «Зенит», вот они там обыграли кого-то в России, и, похоже, будут чемпионами. Расслабились, вчера 3-0 от португальцев и домой. Лиги чемпионов не будет. И Лиги Европы не будет. Свободные. Наверное, расслабились. Можно проиграть 1-2-0, но 3-0 это уже все. Но это мое личное оценочное суждение. Значит, давайте вернемся к слайду. Дай бог вот левую часть всегда, чтобы она была такая. Но часто у нас вот эта часть. Цель объема продаж, на что я тут наступаю. Цель объема продаж не выполнена. И вот тут возникает эта эмоциональная коллизия. Вызываются сотрудники. Что случилось? Какие-то отмазки. Но на самом-то деле, что мы должны сделать? Мы должны просто тотально проверить, что у них происходило внутри. В онлайне же примерно так же действуйте, если нет продаж или низкие. Мы смотрим, что с трафиком, что с конверсией на разных этапах и так далее. То же самое. И вот здесь парадокс в том, что возникает много коллизий, много вариантов, в отличие от левой стороны слайда. А если не выполнил, и здесь все плохо? Ну понятно, ленивый, уволили. А вот не выполнил, а вот здесь все хорошо. Что это значит? Может быть, есть смысл проверить его процессы? Здесь все хорошо, процесс их нарушает. То есть он интенсивный, с клиентами общается, их не забывает, но работает неправильно. Ага, значит, надо его учить. Если здесь не выполнил, здесь все хорошо, и в процессах все хорошо. Что это значит? План. Мы ошиблись. Мы ошиблись вообще, или мы ошиблись временно? Если мы говорим, жизненный цикл есть, то мы просто слишком рано цифру поставили. Ее надо в будущем периоде, через какое-то время ее поставить, и эта инерция придет к этой цифре. Видите, сколько здесь много для руководителя вариантов, опций, алгоритмов принятия решений. Так что мы есть чем заняться. Мотивация. Важный момент, когда мы говорим про людей, человек без мотивации, знаете, как машина без бензина. Может ли машина без бензина ехать? Может. Под горочку, правда? Рынок позволяет, да все хорошо. Потом ровная дорога, машина начинает тормозить. Потом дорога вверх, машина уже все скатывается назад. Поэтому бензин – это мотивация. Но сама по себе мотивация. Бензин сам по себе никуда не едет, правда? Его надо куда-то залить. В какой-то бензобак. Бензобак должен подавать эти пары из крюль, что он там делает, для внутреннего сгорания. Дальше трансмиссия распределяет усилие на колеса. Должен быть кузов, должен быть руль, должен быть дворник и стекло. Много чего должно быть. Поэтому сама по себе мотивация, она выполняет роль бензина. Очень важного, но тем не менее. Значит, вот здесь важный момент про продавцов, про живых людей. Я сейчас очень так консервативно это звучит. Сейчас в наше время как-то очень пытаются обесценить деньги. Так вот, поверьте, опять же, много-много наблюдаю всяких разных компаний из разных отраслей. Вот когда люди физически работают с клиентами, работают ради сделок, то основной мотив – деньги. Ситуация следующая, что если мы опираемся только на деньги, этого мало, мы должны расцветить материальное вознаграждение моральным стимулированием, вовлечением, страхом и так далее. Но вот это база. База. И я очень часто вижу в компаниях, людей набирают в продаже, ну, прям видно по нему, ну, какой он продавец-то, слушайте, у него такая низкая планочка самооценки и притязаний, что да не будет он никогда ничего продавать. Важный момент. Соответственно, виды мотивации управленческих, их достаточно много. Материальное вознаграждение, морально стимулирование, мотивация страхом, как ни странно, люди что-то боятся, на это тоже можно воздействовать, вовлечение, то есть высокие цели и так далее. И вот тут важный момент. Я сейчас не буду долго касаться там мотивационных всяких схем. Здесь важный момент, что мотивация, она должна быть прозрачной и справедливой для людей. Вот в чем парадокс. Что такое прозрачный? Понятный и легко считаемый. Когда сложные формулы, когда особенно бизнесом занимаются бывшие математики, они любят посчитать какие-то схемы. Бессмысленно. Человек в продажах просто воспринимает мир. Ему понятно, он сам может посчитать плюс-минус с погрешностью 5% свой доход. Его это мотивирует. Когда для него это сложно, демотивирует. А что такое справедливо? Слушайте, нет никакой справедливости в мире. Мы живем в реальном мире, какая тут абстрактная справедливость. Вопрос восприятия. Человек не любит несправедливые отношения. И эта зона, отличающая людей от машин, и как с этим будет искусственный интеллект справляться, не знаю, пока исследователи разводят руками. Эмоциональная сфера. Что люди воспринимают как несправедливость в реальной жизни? Что меня не оценили, правда же? Всех оценивают, а меня нет. А я делаю то же самое, что все. Мы его соседа оценили, а меня нет. Меня наказали за то, за что я ни к чему не имею отношения. Меня не поощрили там, где это был мой подвиг. Несправедливые отношения. Это восприятие, не более того. Значит, вот откуда это пришло? Теория справедливой мотивации Адамса, такая прям специальная теория, которая объясняет, почему это в эмоциональных сферах важно. И, соответственно, когда мы говорим про деньги, материальные вознаграждения, то нам важно показать человеку, за что мы поощрим и за что мы накажем. И где мы будем наказывать? Моя точка зрения, что наказывать надо из постоянной части. Это надо юридически еще обосновать. Наши законодательства не очень это любят. Ну, в юридической сфере это все возможно. Но факт остается фактом, потому что в постоянной части мы платим за правильную и интенсивную работу. Не за результат, а правильную и интенсивную работу. Соответственно, если человек нарушает, мы имеем право морально его наказать. И вот здесь, друзья, я к такому очень интересному моменту хочу подойти, который вообще относится к управлению людьми. Вот этот вызов, как руководить людьми. Решения, понятно, мы процессы, структуры, KPI, отчеты, мотивация, понятно. А вот теперь эти решения надо донести до человека. И способов донесения их всего четыре. Значит, они все... Вот на этом слайде я сейчас прокомментирую каждый способ по мере либерализации. Начну с самого жесткого, а потом придем к самому такому гуманному и либеральному. А потом я вас спрашиваю, какой самый лучший способ. Значит, первое, это приказ. Приказ теоретическая формулировка. Приказ не только в армии бывает, правда? Это четко формулирование задачи, рамки задачи, критерии оценки выполнения задачи, сроки и ответственность за невыполнение задачи. Вот это и есть приказ. Сержантов и молодых лейтенантов в военных училищах учат это делать. Приказ должен быть четко сформулирован, четкие рамки задачи, критерии, что хорошо, что плохо, сроки и ответственность за то, что ты не сделаешь. Приказ не объясняют. Вот в этом и смысл. Постановка задачи, когда называется приказ, не объясняют это зачем. Это просто приказ. Сделай, пожалуйста. Следующий стиль руководства, убеждения, это тоже постановка задачи, это тоже рамки, это тоже критерии оценки, это тоже сроки и ответственность за невыполнение, но с аргументами, зачем это нужно, двоеточие компании, подразделению и тебе лично, дорогой сотрудник. Убеждение. Дальше идет кооперация, когда руководитель вместе с сотрудником делают какое-то действие. Вместе. Не руководитель за сотрудника, а вместе. Ну, встреча, скажем, с вип-клиентом. Сотрудник говорит руководителю, что надо поехать помочь решить какие-то вопросы. И вот то самое знаменитое модное делегирование, о котором говорят на всех углах. Делегируйте, делегируйте, да, так, у себя руководства тоже есть. Теперь внимание определение. Делегирование это ограниченное право, которое руководитель дает подчиненному, принимать решение, запятая, с ответственностью за достижение целей. Вот чувствуете разницу между делегированием и приказом. Здесь задача, ответственность за выполнение задачи в срок и качественно. А делегирование, ты имеешь право принимать решение, ограничено, у тебя есть рамки этих решений, и ты несешь ответственность за достижение цели. Помните в планах, что было целью в продажах? Деньги. Финансовые показатели. Дорогой сотрудник, хочешь полномочий, их есть у тебя. На. Вот рамки, ты отвечаешь за деньги. То есть, если ты деньги не приносишь, то, наверное, будет какая-то ответственность. То есть, ты эту ответственность должен понести. Готов? Получайте полномочия. Не готов? Вот сюда переходи, пожалуйста. И сейчас скажу немножечко так соленую шутку, то, что мы считали оргазмом, на самом деле это был приступ астмы. Да, есть такая шутка. Значит, вот когда бизнес-консультанты и все говорят, ребят, делегируйте, 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 то в 90% случаев имеется в виду не делегирование, имеется в виду вот это. Руками не делайте, пусть это делают подчиненные. Это имеется в виду, правда же? Но это постановка задачи. Ты делаешь вот это, ты делаешь это в такие-то строки, с такими-то критериями качества. Делай. И сделаешь, а-та-та. Сделаешь, получишь там бонус, все хорошо будет. Это задача, а не делегирование. Чувствуете разницу? Тут очень важный момент. Со сцены про него говорить очень просто, правда же? Логичненько так все. В реальной жизни это люди, это их эмоции. Но тем не менее. Теперь вопрос вам. Какой стиль руководства самый эффективный? Абсолютно точно, ребята, вы молодцы. Значит, нет тут лучшего. Это вот мы играем, например, с вами в карты. Покер, преферанс, дурака. Какой туз самый крутой? Да никакой. В каждый момент времени он может быть сильнее других, правда же? Нам все важны и трефи, и буби, и червы, и все нам важно. Мы должны уметь этими тузами пользоваться. В какой-то момент времени применяется тот или иной способ. В другой момент времени в другое обстоятельство другой. Значит, вопрос. Вот приказ чаще всего для кого? Как эффективный инструмент воздействия? Ну, сотрудники. для кого? Есть версия? Ну, давайте так, неграмотных мы не берем, давайте их назовем более деликатно. Новичков. Вот. Ну, что значит неграмотный? Зачем нам неграмотный? Новичок он пока много не знает, не умеет, не уверен. Ну, нет, вот это тоже сейчас вы добавили дегтя такого, немножко ложку дегтя в бочку мед. Новичка. Вот новичок, да? Ну, на самом деле, конечно, отличие новичка от опытного, он недостаточно компетентен, не наработал еще эту компетенцию, у него недостаточно связи и взаимоотношений. Значит, для новичка чаще всего, конечно, приказ. Теперь ситуация, вот представьте себе, человек, новичок, год работает, вам очень нравится его динамика, прям неплохо, похоже, через годик вообще станет звездой продаж, но пока он успешный такой, новичок, переходящий, знаете, в американских университетах каждому году курсу присвоено свое название, вот новичок, фрешман, второй называется софомор, я не знаю этимологии этого слова, но вот он из фрешмана переходит на второй курс, с первого на второй, вот он из фрешмана превращается в этот софомор, значит, для него, вероятно, все убеждение, будет хорошим инструментом, правильно? То есть, по идее, это та же задача, но мы уважаем его динамику, его вовлеченность, его первые успехи, мы инвестируем в него наши аргументы, мы говорим, слушай, смотри, вот ты это сделаешь, появятся какие-то возможности, расширится клиентская база, у тебя появится, получится конверсия и так далее, и так далее, то есть мы ему объясняем наше решение, как я уже говорил, при работе с вип-клиентом или какая-то тяжелая коллизия, мы вместе пойдем с сотрудником и поговорим, ну и, соответственно, делегирование, успешный, уже несколько лет, стабильно успешный, динамика хорошая, хочешь полномочий, на, несешь ответственность, готов, да, получим, почему нет? И так получается, что вот эти все четыре туза, они вот в нашей колоде очень важны, очень нужны, и каждый руководитель должен прокачивать свои вот эти компетенции и ими пользоваться. Я вас уверяю, этот подход и в продажах важен, и в маркетинге более чем важен, правда же, управляет всеми этими молодыми ребятами, которые умеют извлекать трафик, которые умеют улучшать точки контакта, которые умеют работать с сообществами в социальных сетях, вот, молодой, четкие инструкции, талантливый и растущий, обсуждаем с тобой, что происходит и зачем мы это делаем, там и так далее. Ты крутой, ты можешь, ты умеешь, я тебе делегирую, пожалуйста, давай действуй сам, но не забудь цель выполнить только. Дальше начинается этот управленческий вопрос, какие цели? Вот человек, отвечающий за ведение корпоративного аккаунта в инстаграме, вот у него какие цели? Да, вот сразу возникает вопрос, однозначного ответа нет, вот сегодня будет интересный доклад, к сожалению, не смогу остаться, его послушать самому интересно, да, что компании нужны не подписчики, а продажи. Да, цель продажи, только внутри KPI это подписчики, и вот где баланс между этими показателями, какие он должен быть, умеешь? На, действуй, выдавай нам на горы результаты. Чувствуешь, что не готов отвечать за достижение цели? Поработай вот в этой зоне, поработай с инструкциями, регламентами, обсуждай, получай добро на свои какие-то решения, никакой же проблемы с этим нет. Ну и, соответственно, немножечко про CRM. Повторюсь, на мой взгляд, сегодня уже не такая критическая задача, ребят, без CRM жить нельзя, все это понимают, все это понимают. Не такая уже критическая задача внедрить, потому что так или иначе внедряют, кто лучше, кто хуже, кто комплексно, кто элементно. Да, пожалуйста. Самый главный вопрос это использование CRM-системы. Вот посмотрите, если CRM-систему, представьте, видеть такой схемки, очень сильно упрощенной. Есть некое хранилище данных, в которых поступают данные всевозможные, о клиентах, о взаимодействиях с ними, о результатах этого взаимодействия. Здесь есть какой-то движочек workflow, бизнес-процессов, то есть мы управляем еще процессиками. И вот дальше руководители начинают работать с этими данными. Они могут их анализировать, аналитики, там раздолье. Если здесь дисциплинированные данные сюда заходят, то там есть, что анализировать. Плановые показатели вот те самые, всякие разные, метрики, KPI, все туда. Только получается, что вот правая верхняя зона, контроль, это и есть основная ценность CRM-системы. Если мы это используем не для того, чтобы бегать с кнутом и колотить, хотя наказание один из элементов решения. Нет, мы контролируем наши процессы достижения плановых показателей. Помните, в контроле мы принимаем решение. То есть CRM ценно вот здесь. Да, для того, чтобы обеспечить функции контроля, вот в этой нижней части должна быть дисциплина, данные должны заливаться, должно быть четкое понимание, что делать с онлайн данными, что это за данные, откуда они берутся, как они мэчатся с оффлайновыми данными. Все понятно. Но кто-то должен принимать решение. И такая банальная, естественная история. Друзья мои, вот сейчас же очень модно мероприятие и всевозможные спикеры выступают, и кейсы, вы это обсуждаете, кто-то из вас, наверное, тоже выступает, и у многих из вас такая амбиция есть. Да прекрасно. Мы как бы передаем друг другу знания в том или ином виде. Тоже хорошо. Но знать это первый шаг, он обязательный. Человек, не знающий, дальше ничего сделать не может. Но никаких результатов знания само по себе не дает. Следующий этап – уметь. То есть теперь от знания перейти к практическим действиям. Руководитель должен знать, как планировать, и он должен уметь это делать. Сотрудник должен знать, какой у него бизнес-процесс, и он должен уметь его выполнять. У меня вот прям две минутки. но умения тоже не приводят к результату. Это просто накопление потенциальной энергии, как в школе мы учили, там потенциально-кинетического. Теперь кинетическую надо перевести. Делать. Делать, 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 делать. И тогда большая вероятность результата есть. Друзья мои, я закончил как бы вот то, что я хотел вам сказать. У меня есть для вас небольшой подарок. Я написал и оформил такую электронную брошюру по управлению продажами. Все, о чем я сегодня говорил, там просто тексты, картинки, графики и так далее. Это не книга толстая, там 40 с чем-то страничек. Такая как бы брошюрка, методичка. Я бы хотел вам ее подарить, но мы же с вами в продажах, у меня с вами сделка. Я от вас тоже что-то хочу. Я даже озвучу, что я хочу и почему я этого хочу. Я поспорил с Игорем Маном, известным маркетологом, что у меня будет 5000 подписчиков в Инстаграме к концу года. У меня осталось немножко. В общем, осталось, надо напрягаться. Декабрь еще такой, боевой. Я хотел бы, чтобы вы подписались. Давайте сделаем через Инстаграм визиточку. Мне так нравится эта механика. Она такая забавная. Она оффлайн переводит в онлайн прямо сейчас. Зайдите в свой Инстаграмчик, нажмите на кнопочку поиска. Ну, сделайте. Для меня. Зашли вот сюда. Нажмите на значок Инстаграма визитки и вы попадете в видоискатель. Он бордового цвета. В айфоне как-то это быстро происходит, а вот в андроиде иногда да, иногда что-то там должно быть дополнительное поклик. Кто сбоку, у вас не получится. Наверное, будет не очень точно. Нажмите на мою визиточку. Вы сейчас попадете в мой аккаунт, нажмите подписаться, я в ответ тоже подпишусь по-честному. И главное, чтобы я это потом не потерял. Вы мне в директе напишите. Вадим, брошюру обещали. Я сейчас часто по городам езжу, в одном городе мне один джентльмен написал так. Он подписался и написал в директе. Мне самому до сих пор смешно. Там было четыре грамматических ошибки в двух словах, но текст был такой. Где брошюра? Представляете, нормальный такой парень. Я ему честно отправил. Честно отправил. Друзья, буду вам очень признателен, чтобы поможете мне выиграть этот спор. Ну что ж, спасибо большое. Я надеюсь, вам было интересно. Я уложился? Ну и замечательно. Можете так написать. Спасибо. Так, кому сдать? Кто следующий? Может быть, есть вопросы у кого-то? Что? Ну вы напишите в директе, я отвечу. Пока чат-бота у меня нет, я ручками. Ну, в течение дня я сегодня сделал. Не, серьезно. Спасибо большое. передаю.